Добрый день, дорогие мои зрители! У нас появилась обратная связь, и сегодня я хотела бы ответить еще на один вопрос. Как вам удалось похудеть? Я, так же, как и многие из нас, прошла этот путь. Конечно, ответ на этот вопрос будет абсолютно банален, потому что никто ничего нового не придумал. Надо поменьше кушать и побольше двигаться. Так было и со мной. Случился в один такой вот лет 10 назад не очень приятный момент, когда доктора посадили на гормоны, и за несколько месяцев я поправилась килограмм на 15, меня раздуло как резиновую куклу. А если учесть, что я еще очень маленького роста, то это было вообще нелепо и смешно. Я была в растерянности, я не знала, что носить, старая одежда мне не подходила, новой одежды у меня просто не было. Надо было что-то лихорадочно придумывать, и душа сопротивлялась, потому что никак невозможно было себя понять в новом этом образе. Ну, конечно, как-то стало выкручиваться. Побежала в магазин, что-то примеряла, что-то оставляла, что-то выбраковывала, что-то сама пыталась сделать и сшить, но как-то выходила из положения. А самое главное, конечно, было понимание того, что нужно обязательно вернуться к прежним, хотя бы приблизиться к прежним размерам, чтобы жить стало полегче, потому что в этот момент, побеждая одну проблему, наши любимые доктора награждают нас букетом множеством других проблем. И непонятно, что при этом бывает лучше. Со мной как раз вот это все и произошло. И поэтому последующие годы были направлены на то, чтобы восстановить свое здоровье, поправить его каким-то образом, ну и, конечно, скинуть вот этот вот ненужный вес, эти килограммы, которые были. Конечно, я стала изучать все, что касается питания, здорового питания, в первую очередь диеты. Я различные отмела от себя сразу, потому что все разумные люди пришли к одному выводу. Если вы какое-то время сидите на какой-то жесткой диете, сходите с нее, очень быстро набираете потерянные килограммы и становится только хуже. То есть мы, если в двух словах, то вывод мой такой. Нужно кушать все. Питание должно быть спалансированным, потому что энергия для нашей жизни, как ни крути, она не из космоса к нам приходит, и не с чистой водичкой родниковой. Она приходит нам с теми продуктами, которые мы употребляем. В какой-то степени и мясные продукты нужно употреблять в своем питании. В какой-то степени и жиры нужны, и молочные, и, конечно же, овощи, и крупы, и злаки, и все-все-все, и яйца, и все, что мы привыкли кушать в нашей вот этой вот местности, мы должны это все употреблять. Но питание это должно быть, конечно, очень сбалансированным, очень простым. Для меня, вот я просто расскажу о себе, какой вывод сделала я, и что помогло мне реально достичь результата. Мое питание стало очень простым. То есть, мне больше не нравятся какие-то сложные составные блюда, которые я раньше любила. Я вообще люблю очень готовить, я увлекалась этим. И чем меньше в этом блюде ингредиентов, ну, вот, грубо говоря, например, я люблю вареную картошку с черным хлебом и с солью. Все. Я люблю квашеную капусту с вареной картошкой, или с жареной картошкой. Я могу даже с жареной картошечки покушать. Квашеную капусту я делаю немножко с сахаром, немножко с маслом, немножко с луком. И вот это у меня салат. Ну, то есть, питание должно быть простым. Это первое для меня. Второе. Оно должно быть маленьким по объему. То есть, легче похудеть тогда, когда ты не испытываешь чувства голода. Чтобы не испытывать чувства голода, первое время, первые месяцы я ела, ну, раз, допустим, в 2,5-3 часа, но очень помалу. То есть, питание должно быть дробным. Многие об этом говорят, многие к этому пришли. И я считаю, что это очень правильный и верный вывод. Потому что, когда мы приходим к определенному возрасту, у нас меняется гормональный фон, и меняется скорость обменных процессов. И поэтому прежние объемы питания, какие для нас были достаточные, они сжигались нами, они нами уже не сжигаются, и они становятся излишними. То есть, объем пищи должен быть сокращен. Сокращен, я не побоюсь этого слова, минимум в 2 раза. И дробное питание. И всю эту пищу, которую вы употребляете в течение дня, нужно разделить на маленькие части. И самое главное, когда бы вы не принимали эту еду, как бы вы не жили, как бы вы не были заняты, никогда не голодайте. Никогда не мучайте себя никаким чувством голода. Захотели есть, прошли куда-нибудь на кухню, я не знаю куда, погрызли морковку, погрызли там яблоко. Кому что подходит. Кто-то кусочек сыра маленький съест, кто-то даже кусочек колбаски маленький съест. Ну, не большой там, не какой-то там, да, но маленький кусочек съешьте с кусочком черного хлеба. Вот я так делала. Ну, любила я тогда колбасу. Сейчас я ее не ем, она какая-то перестала быть вкусная. Вот тогда я любила колбасу. Я могла съесть маленький бутерброд с черным хлебом, вот с этой вот, или с сыром, или с этой же колбаской. То есть надо что-то пожевать, надо что-то проглотить, как говорили мне в детстве, заморить червячка, для того, чтобы вы не испытывали чувство голода. И я пила много воды, хотя потом я тоже от этой воды отошла. То есть все должно быть в меру. Нравится вам пить хорошую водичку, пейте ее на здоровье, слушайте свое сердце, это самое главное. То есть вот такие вот самые простые советы, которые, это не мое открытие, которые помогли мне. А второй составляющей, конечно, является движение. Если вы будете только мечтать и мало кушать о похудении, то ничего не получится. То есть надо все равно испытывать физические нагрузки, какими бы они ни были. Мой опыт был такой, что я нашла в интернете близлежащий для себя спортивный комплекс с бассейном и отвела себя туда. Там я ходила раза три в неделю, два в неделю, четыре, как получалось, потому что работы было много, на различные групповые занятия. Мне не подходили занятия с тренером, со снарядами и так далее. Это мне было скучно, мне это не нравилось. Мне нравилось, например, был такой, у нас урок назывался зумба. Мы там танцевали 45 минут, мы танцевали, сходило сто потов, в буквальном смысле слова, одежду надо было выжимать. Мы улыбались, мы были веселы, сил никаких уже не оставалось к концу, но мы все танцевали. Вот такой был урок. Потом был урок, конечно, на силовые упражнения, на пресс, на мышцы, на укрепление мышц спины, на укрепление мышц пресса. Вот туда я ходила еще, когда у меня было время. Было время, я ходила на йогу. Йога тоже хорошо, тоже кому-то подходит. Она не помогает скинуть вес, но она помогает сохранить мышцам какую-то пластику, какую-то пластичность, суставам помогает, ну и расслаблению помогает. Конечно, самое любимое упражнение в йоге, это была шивасана в конце, когда ты лежишь на спинке, уставший и отдыхаешь после этих нагрузок. То есть, мой опыт был такой. И должна сказать, что не добивайтесь результатов, не ждите результатов моментально. Мои результаты пришли через годы, после того, как я начала этим всем заниматься. То есть, когда я успокоилась, и когда я перестала вставать на весы и себя взвешивать, через какое-то время я вдруг заметила, что веса не стало. У меня ушли какие-то килограммы, они уходили по чуть-чуть, понемножечку, совершенно незаметно было. Ну и ушло это для меня как-то очень мягко и как-то очень спокойно. И потом я вернулась к своим прежним привычкам. Потом случилось так, что на одной из тренировок я все-таки перестаралась, повредила себе что-то немножко вот здесь вот. И все закончилось не очень весело. Меня увезли на скорой после тренировки. Поднялось давление, тошнота, рвота, головная дикая боль. Ну, не знаю, что там было. Короче говоря, врачи на скорой сказали, что мне, наверное, повредила все-таки моя тренировка, пережался какой-то там сосуд. Не знаю, что. Но я стала осторожнее. Пришлось уйти вот от таких активных физических нагрузок. Я перешла на плавание. Стала плавать. Сейчас очень люблю плавать. Позволить себе это часто не могу, но раз в неделю стараюсь обязательно ходить в бассейн. Здесь вот в Москве люблю очень чайку, потому что там круглый год можно плавать под открытым небом. Представляете, снег идет, а ты плывешь, на твой носик, и на твою голову падает снег, а твое тело, и ты сам находишься в воде 30-ти градусной температуры. Потом сауна, потом купель ледяная. Это чудесно, это закалка, это прекрасно. А потом, как на крыльях, идешь домой, не хочется спускаться в метро, и хочется быстрее, быстрее. И хочется гулять, гулять и гулять, потому что ты буквально паришь в воздухе. То есть, вот и все. Больше я не делаю ничего особенного. Ну и, конечно, радуюсь жизнью, и любую минутку, и любое свободное время я стараюсь двигаться, но не всегда получается. Движение – это жизнь. Вот и все, пожалуй, что хотела вам сказать сегодня. До новых встреч! Ваша Галина Коломейко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова